Всем привет, друзья! Сегодня я расскажу о фильме 2016 года под названием «Журналист». Приятного просмотра! Знакомьтесь, это Портер Рен, криминальный обозреватель Нью-Йоркской газеты. В современном мире, где почти у каждого в кармане смартфон, с помощью которого большинство новостей выкладывается сразу же в интернет, работа в газете не приносит большого дохода для Портера, позволяя лишь прокормить себя и свою семью. На вечере, устроенным магнатом Хоббсом, Портер знакомится с обаятельной девушкой по имени Кэролайн Кроули. Понимая, что девушка что-то от него хочет, Рен задает вопрос, ответить на который Кэролайн предлагает у нее дом. В квартире девушки Кэролайн протягивает Портеру конверт с документами о гибели ее мужа Саймона Кроули, известного кинорежиссера, включая фото с места происшествия, а также полицейские отчеты, в которых говорится, что тело Саймона было найдено в разрушенном здании. Но как оно туда попало, неизвестно. Ведь территория вокруг здания огорожена высоким забором, а ключей от входной калитки у Саймона при себе не было. Изучив документы и изрядно накидавшись, Портер возвращается домой. Приехав утром в редакцию, Портер разворачивает клочок бумаги с номером телефона Кэролайн, который ему вчера вечером написала девушка. Распечатав жвачку, на вкладыше которой говорится, что другого шанса может и не быть, Портер звонит девушке. Приехав к ней, Рен расспрашивает девушку о времени, когда она познакомилась с Саймоном Кроули. По словам Кэролайн, она познакомилась с Саймоном в баре, куда пришла после того, как ее уволили с работы, из-за отказа пойти на свидание с начальником адвокатской конторы, где девушка работает секретарем. Они мило поболтали с Саймоном, который спустя пару часов после знакомства сделал девушке предложение, на которое Кэролайн ответила согласие. Спустя три дня пара тайно поженилась. Полгода счастливой жизни закончились после того, как Саймон однажды не вернулся домой. Кэролайн разволновалась, но вызывать полицию не стала, так как точно знала, что если Саймон об этом узнает, то будет в ней себя. Но спустя три дня девушка поняла, что с ее мужем что-то произошло. Полиция так и не раскрыла это убийство, поэтому девушка обратилась к Портеру, ведь очень часто люди доверяют свои секреты этому парню, так как многие его знают. Рен произносит, что люди ему рассказывают свои истории просто потому, что хотят, чтобы о них узнали другие. Но Кэролайн ищет что-то другое. Взяв пальто, Портер покидает квартиру девушки, но обнаружив, что оставил телефон, возвращается, набрав код с замка, так как девушка не открывала дверь. Взяв со стола телефон, Портер понимает, что Кэролайн принимает душ. Подойдя украдкой к приоткрытой двери, парень замечает, что девушка удовлетворяет сама себя. Кэролайн замечает Портера, который извиняется перед девушкой. Кэролайн интересуется, понравилось ли парню наблюдать за ней, признавшись, что в душевой она как раз думала о нем. После слов девушки, что возможность стучиться лишь раз, Портер начинает целовать девушку, после чего они занимаются кексом. Изменив своей супруге, Портер возвращается домой. Взяв аванс задним числом от Кэролайн, Рен начинает свое расследование гибели ее мужа Саймона. Каждый раз Портер уговаривает себя больше не встречаться с девушкой, ведь он семейный человек. Но как только Кэролайн позвонила парню, он предложил пообедать вместе. Несмотря на то, что у девушки есть парень, она не чувствует какую-то вину перед ним, называя себя свободной женщиной. У Кэролайн есть что-то, что она хочет показать только Портеру. Девушка приводит Рена в банк, где хранится дипломат с флешками, на которых записи Саймона. Кэролайн оставляет Портера просматривать записи, так как по ее словам она видела их множество раз, и для нее это будет утомительно. Спустя некоторое время на телефон Портера поступает звонок. Голос в трубке сообщает, что Портера хочет видеть Хоббс. Нынешний владелец газеты, в которую работает парень. Выйдя из банка, Портер замечает человека, которого уже несколько раз видел, как тот следит за ним. Рен бросается за ним в погоню, но тому удается ускользнуть. Прибыв к мистеру Хоббсу, Портер узнает, что магнату все известно о его романе с Кэролайн, которая постоянно присылает мистеру Хоббсу одну и ту же запись с компроматом на мужчину, не требуя при этом никаких денег. Задание Портера – разобраться с этим. Так как Хоббс очень влиятельен, он начинает запугивать парня не только увольнением, но и сфабрикованными против него делами. Хоббс прекрасно знает о том, что семья Портера живет в основном на зарплату его супруги Лизы, очень хорошего хирурга. Но даже на это Хоббс способен повлиять и лишить ее работы. Приехав домой, Портер узнает от Лизы, что сегодня к ней приходила очень странная 28-летняя пациентка с жалобами на боль в суставах, что совсем не характерно для такого возраста. Но при осмотре Лиза ничего не обнаружила. Приехав к девушке, Портер сообщает, что у него есть кое-что для нее. У Кэролайн тоже что-то есть для Портера, поэтому она предлагает отложить дело на потом. Покувыркавшись, девушка начинает расспрашивать Портера о Лизе. Рен полагает, что именно Кэролайн приходила вчера на прием к Лизе. С чем девушка соглашается? Сподвигла Кэролайн сделать это ее любопытство. Лиза очень умна, поэтому Портер просит девушку больше не встречаться с его женой. В свою очередь, Кэролайн расспрашивает Портера, думает ли он о ней, когда занимается кексом со своей женой. Кэролайн хочет знать, влюблен ли Портер в нее. Со дня нашей первой встречи. Парню не дает покоя задание Хоббса, поэтому он прямо спрашивает Кэролайн о записи, которую присылают его боссу. Девушка признается, что это не она. Кэролайн надеялась, что Портер как раз и найдет эту запись, расследуя убийство Саймона. Кто ее отправляет Хоббсу, девушка не знает. Но что там? Кэролайн известно, так как она присутствовала при съемке. По ее рассказам, Саймон постоянно проверял девушку, чтобы найти предел ее возможностям. Они поставили друг другу условия. По требовании Кэролайн, Саймон должен держать умирающего человека за руку. А Кэролайн должна переспать с кем-то неожиданным. Шофер или какой-нибудь садовник не подойдут. Слишком банально. В тот вечер девушка увидела Хоббса. Она видела его по телевизору, поэтому сразу узнала его. Узнав, в каком номере отеля он остановился, девушка проникла туда, где сняла все происходящее на шпионскую ручку камеру. Портер делает вывод, что все, что произошло между ним и девушкой – разыгранная сцена ради того, чтобы Портер отыскал ту запись, что подтверждает и сама Кэролайн. Поняв, что его используют, Портер отправляется домой, где у дверей его встречают люди Хоббса, требуя отдать запись. Проснувшись под утро, Лиза обнаруживает ванной избитого Портера, который обманывает супругу, что на него напали грабители. На следующий день Портер отправляется в дом престарелых, где встречается с отцом Саймона, расспрашивая старика о флешках. Не получив ответа от Фрэнка, Портер обыскивает его комнату, обнаружив в тумбочке видеокамеру, из которой извлекает карту памяти. В этот момент на телефон прилетает сообщение от Лизы. Приехав в больницу, Портер узнает, что какой-то мужчина ранил из пистолета его сына и домработницу, когда проник в их квартиру. Чтобы обезопасить свою семью, Портер решает добраться до Хоббса. Сделать это возможно через его доверенное лицо Кэмпбелла. Накинув ему петлю на шею, Рен требует позвонить Хоббсу и отозвать головорезов. Для пущей убедительности, воткнув Кэмпбеллу нож в бедро. Связавшись с миллиардером, Портер требует оставить его семью в покое, иначе он сделает тысячу копий того видео и разошлет во все СМИ мира, на что Хоббс дает парню 24 часа, чтобы доставить это видео, иначе все, что с ним произошло, окажется детским садом, по сравнению с тем, что его ждет впереди. Вернувшись домой, Портер просматривает запись на флешке, которую он украл у отца Саймона. На видео ничего особенного, лишь просьба Фрэнка не винить себя в том, что произойдет позже. На видео также засветилась старушка, миссис Сигал, которая очень часто навещала Фрэнка в доме престарелых. Портер едет к старушке, но на его звонки глубокой ночью никто не отвечает. Обнаружив ключ от входной двери, Портер проникает внутрь. Копаясь в щитах, Фрэн слышит шум. Выбраться из дома не получается, поэтому он прячется за дверью. Когда шаги прекращаются, Портер выглядывает из комнаты, встретившись с миссис Сигал. Старушка пытается вызвать полицию, но Портер умоляет этого не делать, называя ее по имени. Старушка – единственная зацепка в гибели Саймона, поэтому Портер просит ее о помощи, показывая свои документы. Старушка узнает журналиста, так как постоянно читает его статьи. По словам миссис Сигал, Саймон и ее сын Майкл дружили в детстве. Майкл утонул в 8 лет, а Саймон продолжал заходить в гости после смерти своей матери, став для миссис Сигал чуть ли не сыном. Как только Саймон стал зарабатывать деньги, он постоянно присылал по 2000 долларов миссис Сигал в качестве жеста доброй воли. Но на счетах, которые видел Портер, совсем другая сумма – 5000. По словам старушки, она получала эти деньги от фирмы Саймона за то, что отправляла флешки. Миссис Сигал произносит, что у нее осталась последняя флешка, которую она передает Портеру. Рэн просматривает запись, на которой Кэролайн соблазняет Хоббса, но тот признается девушке, что у него проблемы с мужским достоинством, которые он потерял в драке по молодости. Кэролайн также делится с миллиардером своей истории, которую Портер не может слышать из-за того, что они очень тихо разговаривают. После чего Хоббс предлагает не болтать языком, а использовать его по назначению. Понимая, что именно эту запись и искал Хоббс, Портер передает флешку миллиардеру. Дело вроде бы замято, но Хоббс рассказывает, что они в поисках флешки обыскали квартиру Кэролайн и нашли ключ, который не подходил ни к одной из дверей. С этим ключом Портер отправляется на следующий день туда, где было найдено тело Саймона. Ключ, переданный Хоббсом, открывает дверь тоннеля, по которому можно было попасть в подвалы обоих зданий. Одно из зданий, где и нашли тело Кроули, было снесено, но второе, точная копия снесенного, осталось. Там журналист встретил охранника, с которым уже виделся ранее. По рассказам мужчины, лифт в снесенном здании был внизу, в подвале дома. А полиция ничего не обыскивала, так как лифт находился под толстым слоем грунта. Наняв бригаду, которая откапывает лифт у снесенного здания, Портер проникает внутрь. Там он обнаруживает устройство, к которому было подключено несколько камер. На записях Кроули показывает Кэролайн лошадь, которую ей подарил Хоббс после рассказа девушкой своей истории в номере отеля. Эта фигурка лошади стоит баснословных денег. Саймон не хочет выпускать Кэролайн, пока не услышит ту же самую историю, но для девушки эта история слишком личная. Саймон разбивает лошадь, после чего пристегает, Кэролайн к лифту, а ключ проглатывает. Кроули спускает его вниз, и лифт тянет за собой девушку. Чтобы не погибнуть, Кэролайн согласна рассказать, что произошло в ее детстве. Саймон останавливает лифт, а девушка, схватив ногу от фигурки лошади, втыкает ее в шею своему мужу. Чтобы освободиться от цепи, Кэролайн нужен ключ, который проглотил Саймон. Девушка вспарывает бывшему мужу живот, что на записях видит Портер. Поднявшись наверх, Рейн звонит Кэролайн, сообщая, что нашел запись и передал ее Хоббсу. Девушка просит встретиться и показывает Портеру обручальное кольцо, которое Кэролайн подарил ее парень. Портеру тоже есть что показать. С этими словами он достает голову от фигурки лошади, найденную в снесенном здании. Достав ключ, который передал ему Хоббс, Портер рассказывает о том, что убийство Саймона было снято на камеры. Достав из желудка Саймона ключ, Кэролайн освободила себя. После чего этой же цепью обмотала дверь тоннеля, чтобы никто не нашел тело Кроули. Портер показывает флешку, объясняя, что это копия, а оригинал он спрятал. Рейн требует от Кэролайн больше никогда не появляться у его жены Лизы. Пожелав девушке счастья, Портер уходит. На этом фильм заканчивается. Спасибо за просмотр и до встречи на канале. Субтитры создавал DimaTorzok